парам-парам-пам-пам добрый вечер друзья мои я очень рад очень рад видеть вас всех здесь и да сегодня тема у нас будет посвящена непосредственно сплитингу поскольку очень много партнеров имея очень разное количество сплитов разным образом сплетят до получают своим об таким образом награду поэтому сегодня мы узнаем про сплитинг на следующей неделе мы с вами должны начать изучать просто фантастические вещи которые относятся к нашему к нашей блокчей технологии друзьям сегодня вопросы я ваши вижу большое спасибо за вопросы часть из них конечно же мы будем ответить часть я не буду отвечать поскольку они относятся больше к бизнесу чем к низкая часть поэтому давайте мы сегодня говорим сначала про сплит и про сам процесс сплитинга и в дальнейшем конечно же мы уже с вами про ответим на все ваши вопросы которые возможно у вас будут возникать по ходу текущего вебинара почему я считаю что сплит и это очень важная вещь если мы с вами вот на первом вебинаре говорили про право ворк про кругов стейк про делегированный профов стейк про разные способы добычи то вот в этом случае мы должны понимать что сплитинг это уникальнейшее явление на рынке криптовалюты и блокчейн технологии в целом почему потому что говоря про bitcoin прародитель на все технологии про эфир про трон про соланы и так далее так далее так далее в этих крипто монетах в этих криптовалютах в этих блокчейнах люди могут добывать токены добывать коины и для определенных вещей нужно что-то сделать затратить поставить закупить сайт стать стать самым мощным компьютером сети в биткоине вам необходимо содержать огромное количество оборудования для того чтобы она вам добывала ваш bitcoin в эфире вам нужно конечно же иметь огромное количество этого рима для того чтобы им можно было получать вознаграждение и соответственно стейкать его и получать его виде награды в наших же сплитах в наших же сплитах суть монеты другая отличается как правило мы говорим с вами о блокчейнах которые являются материнским коином и его же и добывают в нашем случае у нас материнский блокчейн это смарт это отдельный блокчейн это свой блокчейн смарт блокчейн но на этом блокчейне у нас с вами есть токен ультима и вот кстати именно то что сосис существует связка двух токенов ультимы и сплита на одном блокчейне на блокчейне смарт позволило нам сейчас говорить про технологию сплитинга откуда взялись плиты сплит по сути с английского это разделение мы разделяем почему такой термин потому что все существующие токены ультима они уже до бы ты не будет больше ультимы невозможно вмешаться в смарт-контракт невозможно повлиять на управление смарт-контрактом невозможно повлиять на его корректировку напечатать ультимы и удалить ультиму из контракта либо же заблокировать его на каком-то адресе все ультима она уже добыта просто раз и навсегда больше не будет дальше эту ультиму поместили в пул смарт-контракт то есть это новая сущность отдельный смарт-контракт на блокчейне смарт который является владельцем и хранителем этой ультимы смарт-контракт это адрес на прошлом на прошлых с вами вебинарах мы с вами уже знаем что обучение смарт каждый кошелек есть аккаунт соответственно смарт-контракт это тоже аккаунт и получается что смарт-контракт как аккаунт в нашем блокчейне владеет на своем балансе ультимы практически 8 процентов всей ультимы которые существуют хранится на смарт-контрактах и большинстве и 90 процентов из них на одном большом смарт-контракте и что происходит дальше у этого смарт-контракта есть определенные правила мы говорим с вами сейчас за самый самый первый самый самый-самый родоначальник всей технологии сплитинга это вип сплит вип сплит это тот самый контракт который будет работать всю нашу жизнь всю жизнь наших детей и всю жизнь детей наших детей и больше поскольку математикой так заложено в нем что он дозированно распределяет ультиму среди хранителей своего собственного токена вип сплит да друзья мои смарт-контракт вип сплита имеет токенный вип сплит и именно за их владение на сам спа смарт-контракт награждает всех держателей этого токена вип сплит это друзья мои это смарт-контракт как все явления как и ультима то есть ультима токен это соответственно смарт-контракт у сплита это тоже смарт-контракт и этот смарт-контракт владеет и является эмитентом кто такой эмитент эмитент это производитель выпускник выпускает печатальщик то есть он производит наши вип сплиты и вот за хранение этих вип сплитов сам смарт-контракт награждает пользователей из своего ресурса из своего баланса из своего дайсов из своего баланса токен то на текущий момент у нас с вами есть награда которая составляет 25 . 92 токена ультимы в сутки давайте округли мы будем вы просто 25 это та сумма которую контракт может выдать за одни сутки самое главное чтобы мы понимали что 25 ультим который распределяет среди среди владельца вип сплитов это максимальная дневная сумма которая может и бог которую может быть может выдать сам смарт-контракт для чего но так как у нас нету даты нету 0 0 0 1 нету 12 15 нету пол шестого нету пол седьмого вечера 7 утра это просто определенный интерфейс и определенный отрезок времени в течение которого смарт-контракт распределяет эти 25 ультим и вот это в это правило математики гласит что каждые 10 миллионов блоков каждые 10 миллионов блоков награда делится на 2 просто делится на 2 если мы сейчас с вами откроем наш блокчейн explorer не лишним будет посмотреть на то где находится непосредственно сами блоки вот смотрите друзья мы видим с вами здесь на нашей страничке explorer видим что у нас текущий блок это 12 миллионов четыреста двадцать пять тысяч шестьсот двадцать то есть вот этот вот блок является на сегодняшний день самым высоким а самым последним конечно же после обновления страницы мы видим что он уже изменился на 20 на 624 а правила холдинга гласят что смарт-контракт изменит изменит дневную награду вдвое если мы говорим про vips плиты вдвое на двадцатом миллионном блоке то есть когда стукнет 20 миллионный блок тогда красные сплиты сократят выдачу свои награды с 12 монет с 25 на 12 и далее 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 каждые 10 миллионов блоков будет происходить деление этой монеты на 2 если вы заметили то период становления холдинга в нашем блокчейне составляет 10 миллионов блоков что приблизительно равняется чуть менее одного года то есть ну давайте вот так вот так углим домой мы будем говорить что в нашем случае холдинг у нас происходит один раз в год при этом если мы говорим с вами сейчас про текущие красные сплиты да про наши vips плиты про красные сплиты то когда мы говорим с вами как работать как клымить награду то здесь важно понимать что красный сплит он может принимать на свой кошелек несколько сплитов входящих в разных транзакциях то есть у вас сегодня один завтра 2 после завтра 3 после за 4 и до того момента пока вы не потребуете награду с каждого из них он не объединит их в одну и ту же монету он будет начислять то есть каждая входящая транзакция красных сплитов она считается отдельно и вот здесь вот кроется очень важное отличие так как красный сплит был уникален первым родителям все технологии сплитинга после него технологии эволюционировала эволюционировала в какой вид на текущий момент мы имеем сплиты которые не целочисленные имеют дробную часть vips плит unity сплит дробной части не имеют а вот gold сплит имеет и gold сплит и unity или же vips плит они клеймятся по-разному требовать награду в золотом сплите в unity и в красном это два разных способа и поэтому у большинства новичков пытаются сделать клейминг удивляются почему я ожидал одно число награды а получил другое число награды давайте разбираться я просто хочу вам проговорить что контракт голда имеет дробную часть сам голод плит имеет дробную часть его может быть ноль целых ноль 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 один ноль целых ноль 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 пятьдесят шесть в то время как unity и гуи и vips плит не имеют дробной части только 12 и так далее если мы говорим с вами про gold сплит то у него другие правила начисления награды другое правило начисления награда заключается в том что для того чтобы все ваши токены которые лежат на вашем кошельке приняли участие в расчете нужно их склеить почему потому что когда мы говорим с вами про требование награды на кошельке может находиться несколько входящих транзакций что такое входящая транзакция это когда вы получаете на свой кошелек ваши сплиты сейчас может быть вы сделаете поступление тех кошель этих транзакций в течение одной минуты вот просто в течение одной минуты вы можете получить на ваш кошелек 10 транзакций от одного человека один сплит от второго человека два сплита от кого-то еще три сплита то есть вы с разных источников на один свой кошелек получили 10 плитов например но если мы говорим с вами про голд сплит то у него начисление награды начнется только лишь на 1 который оказался на кошельке только тот коин который был получен вами первым и будет использоваться для получения награды при ближайшем клейминге то есть при ближайшем требований поэтому очень важно чтобы когда вы получили на свой кошелек сплит голд сделали таким образом чтобы коины которые вы присылаете в дальнейшем то есть вторая входящая транзакция третья входящая транзакция были как можно ближе к клеймингу почему потому что только после того как произойдет клейминг они склеятся и будут считаться как одно единое целое то есть вместо одного из десяти будет например 10 из 10 до то есть единичка одно целое и вот поэтому очень важно понимать что те люди у которых есть unity сплит и у которых есть gold сплит и у которых есть вип сплит они могут сплитить по-разному то есть вы можете сплитить голды только один всегда самый первый либо первый входящий либо же тот который был на момент последнего клейминга все а unity и вип они клеймятся по факту последнего входящего но при этом все учитываются почему так сделано целочисленные значения сплиты ценная дорогая вещь потерять или отправить их невозможно просто так вот случайно а gold сплит может быть делен на одну десятимиллионную часть да то есть 0,5 0 единичка и быть отправлен и вот транзакция входящая и исходящая могут нарушить нам соответственно всю математику чтобы избежать подобных обнулений для расчета входящих для для расчета клейминга всегда используется только она и первая входящая транзакция поэтому краткое руководство для всех владельцев gold контрактов если вы делаете входящие токены на свой кошелек получаете извне то старайтесь их получить в момент ближайшего клейминга почему потому что тогда при клейминге когда вы затребуете награду они объединятся с теми которые уже на этом кошельке есть видите повод а пол ликвидности это то что наполняется ультимой то есть сам пул это и есть пол ликвидности которую распределяет эту ликвидность саму ультиму а ультима вы получаете за что за то что владеете сплитом за то что владеете сплитом высчитывается ли скорость выхода новых блоков от активности на рынке и подбирается ли скорость создания новых блоков аналогично как убит из и может ли быть следующий холдинг будет позже чем феврале смотрите в скорость блока в биткоине она не зависит ни от чего просто абсолютно ничего то есть биткоину нужно найти определенное значение для того чтобы вставить новый блок как это происходит то есть сеть сама прекрасно понимает что ага у меня мощность только-то там мега тера хеша и мощности значит мне нужно значит нужно задать такое число которое в среднем потребует 10 минут на формирование одного блока сеть сама себя регулирует то есть у нее скорость формирования одного блока всегда стабильно всегда в нашем случае именно так и происходит скорость блока едина 1 в биткоине 10 минут у нас три секунды что меняется меняется сложность сети если мы говорим с вами про bitcoin то есть чем больше майнеров тем сложность сети выше то есть тем заковыристи тем уникальнее число подбирает сама сеть для того чтобы назначить тот самый блок который встанет в новую в текущую цепочку блоков до существующих майнеров нет сеть понижает сложность до до уровня калькулятора то есть представьте себе если сейчас вырубить полностью все майнеры в сети то есть сама пересчитает свою сложность она это умеет можно будет на стареньких компьютеров по сути заниматься майнингом и в соло добывать себе биткоины при низкой сложности сети вот поэтому у нас сложность не зависит от скорости и скорость не зависит от сложности и вообще то есть вся награда которые получают майнеры она делится на тех кто про них голосовал но об этом чуточку позже сплитинг это не майнинг абсолютно верно абсолютно верно сплитинг это не майнинг прекрас целые красные зеленый золотой премиум дробный до золотой и премиум дробный и соответственно у них разный подход к получению награды так 25 ultima выходит каждый пола в декабре всего будет выходить во все пулы а это зависит от того конечно же сколько у нас будет пулов просто мы же говорим сами что у нас на статей сейчас будет новый до парочку вы знаете мы вот vip сплит это все разные тонны но это разные смарт-контракты конечно же vip сплит unity сплит gold сплит премиум сплит бизнес сплит это все разные смарт-контракты в сети смарт блокчейн абсолютно верно и у каждого из этих смарт-контрактов есть свои собственные правила которые работают по своим законам то есть нельзя один запихнуть другой 2 запихнуть в 3 и вот мы плавно подошли к нашим сплитам друзья вы знаете сейчас о том что unity сам по себе пол алекс об этом неоднократно говорил налогия голда она превзошла все что у нас есть а технология unity она к сожалению на текущий момент не технологии unity не позволяет самому смарт-контракту тому самому ликвидите полу не позволяет получать ликвидность из других полов первый вебинар мы рассказывали про блокчейн про аккаунты про представителей и так далее аккаунт это кошелек блокчейн верно-верно смарт-контракт это тоже кошелек тоже адрес тоже аккаунт в блокчейне верно-верно и вот если мы говорим с вами про полы про наши смарт-контракты про последнюю эволюцию наших смарт-контрактов про последнюю эволюцию сплитов как таких как гол гол как и любой другой участник в сплитинге может получать получать ультиму как и все пользователи владельцы токена то есть гол пол может получать ультиму на абсолютно равноправных условиях из красного пула нет никаких исключений нет никаких преференции нет никаких других правил он такой же про так такой же участник распределения пула как и все владельцы токенов unity к сожалению на тот момент когда он создавался он не в состоянии как обеспечить так называемую вечность и unity он не способен получать ультиму извне вот просто технически невозможно а голд пул может то есть если у голд пула на его балансе лежит красный сплит unity сплита гол будет получать ультиму из unity и из крат а так как у нас с вами самый получается уникальный самый большой вид да то получается мы помещаем vips плиты в пул для того чтобы пул был на самообеспечение тем самым обеспечивая сам себя абсолютно без какого-то лимита по времени потому что он всегда будет получать ультиму извне всегда наравне с другими участниками именно поэтому он является да как сказать вечным а unity увы нет и именно поэтому друзья мои в ближайшем будущем ближайшем будущем каждый сейчас по техническим причинам оплатить gold контракт через unity поменять таким образом зеленый на золотой не имеется возможно но я думаю что в ближайшие дни я уверен что вот буквально на днях такая возможность появится и каждый владелец unity сможет приобрести гол и таким образом может не переживать за то что unity пул сейчас там он мельчает то есть в его ликвидность сокращается и тем самым не переживать что блин он же сокращается чтобы не делать ничего страшного владельцы unity сплитов как просто меняют на золотые и получают соответственно дальше сплите дальше свою награду уже из золотого пула то есть абсолютно непрерывный процесс unity перетекает в гол да unity меняются на голды голды получают ультиму извне и соответственно помогли продолжают ее распределять на других участников рынка на других участников пула разница между стекинг и сплитинг техническая пожалуй сплитинг это смарт-контракт это процесс который управляется в блокчейне одним смарт-контрактом стекинг это непосредственно заморозка базового токена для того чтобы получить что-то если мы говорим с вами про стекинг смарта вы смарт можете замораживать для того чтобы получить энергию либо же бэндвис то есть ресурс который вы потратите на одно из двух либо же на отработку и трена совершения транзакции из смарта в смарт то есть это наш бэндвис либо же на отработку смарт-контрактов поскольку смарт-контракты тратят энергию и вот это и есть то есть стекинг вы как владелец как за как за стекинг это получение ресурсов сети то есть я понимаю что для сейчас для многих будет шо как это так стекинжишь мне платят платят сеть платят бэндвисом и энергией все все остальное за голосование поэтому не путайте стекинг с голосованием если вам говорят что можно застейкать и получить 50 тысяч процентов это не стейкинг стейкинг это когда вы согласно правил самой сети самого блокчейна совершаете определенное действие действие заключается в том что вы замораживаете коины и выбирая почтовых замораживать под энергию либо же под бэндвис бэндвис вам нужен чтобы транзачить смарт и влево вправо базовые коины сети энергия вам нужно чтобы транзачить смарт-контракты транзакция это все что угодно постучали smart контракт транзакция опросили транзакция не просто сент до метод до исполнения отправить а любая транзакция требует ресурсов и эти ресурсы обеспечиваются за счет стекинга а сплитинг это заранее спрограммируемая модель в которой ресурс распределяется за владение другим ресурсом то есть два разных сущности на одном блокчейне один контракт имеет ультиму если у вас есть плиты вам контракт отсылает ультиму на определенных условиях то есть с точки зрения блокчейна стейкин гораздо низко уровневый сплитинг на более высоком уровне плюс мобильный и гибче то есть условия у сплитинга они не влияют на работу самой сети а вот стекинг может влиять на работу самой сети так как можно устроить переголосование и так далее где зеленые лицензии пустые использовать если заполнять и менять невыгодно это хороший вопрос но подождите секундочку smart контракты вы же контракты можете приобрести без проблем до unity и поменять их на гол то есть никакого ну не никаких проблем с зелеными нет даже если у вас есть лицензия которая пустая то есть вы можете запросто конвертировать то есть до добить лимитной получить соответственно gold вы зеленые контракты и эти контракты поменять получается уже сами unity сплиты на gold плиты по вопросам smart defender а телефон активировали в старом телефоне планируем переехать на новый телефон как мне импортировать карту чтобы на другой телефону чтобы она одна на другом телефоне работала smart defender это по сути беспроводное беззарядное без возможности доступа хранилище ваших приватных ключей ни одного до там и десяток вот соответственно для того чтобы вы из вашей карточки чтобы ваш smart defender вы можете завести новый кошелек на новом телефоне и этот же кошелек сделать со smart defender а можете ваш существующий кошелек который находится на старом телефоне то есть представьте себе да давайте сделаем вот так вот у меня есть мишки гамме да у меня есть два телефона это допустим старый на старом телефоне у вас есть кошелек смартфон с smart defender отлично вы хотите купить себе новый телефон и переживаете за то что у вас карточка привязана вот к этому устройству что же делать просто имея новое устройство на руках вы в это устройство импортируете вашу мнемонику из старого кошелька то есть вы просто берете делайте импорт старого кошелька в новое устройство и после импорта либо во время импорта нажимаете на кнопочку hard wallet либо же уже после импорта сделать хард болитом то есть у вас в настройках вашего кошелька появится функция сделать хард болитом то есть привязать smart defender и после того как вы сделаете сделать сделать его с хард болитом вы еще раз ведете свою мнемонику подтвердите владение этой мнемоникой которая будет разделена на две части часть останется в smart defender и часть останется в smart полить вы можете даже со старого телефона удалить с defender а кошелек и создать его на уже новом другом устройстве дальше вопрос который тоже относится к smart defender к сожалению ответа на вопрос срок службы самой карты данной информации я не владею но могу сказать что данная карточка не разряжается не размагничивается она не промокает а естественно не нужно ее сжигать не нужно ее бросать в шахту лифта стирать нежелательно но сломаться может можем и все что угодно но она по своей сути очень долговечная очень долговечная то есть у нее нет батареек у нее нет какой-то магнитного элемента люди часто спрашивают а размагничивается ли наш smart defender можно ли его хранить вместе с телефоном не размагнитится ли он от того что будет находиться рядом с телефоном ним не ухудшится ли контакт не пропадет ли сигнал нет то есть это две абсолютно независящие друг друга технологии магнитов там нет магнитных лент там нет он не размагничивается не со временем не отношения в кармане в телефоне поэтому не переживайте это очень долговечный и очень надежный девайс очень надежный приборчик средства кошелек да очень хороший способ защиты которые есть у нас для вас и для ваших смарт воли тогда поскольку смартфон это работает только с смарт воли там не с каким-либо другим кошельком когда откроется переход зеленый на золото этих работы еще идут да к сожалению друзья мы к сожалению друзьям и еще тех работы идут и соответственно платежный способ unity сплит пока еще закрыт но не волнуйтесь пожалуйста не переживайте это не займет очень долго времени пожалуйста мониторте наш главный телеграм-канал в нем всегда будет опубликован официальный статус а если телефон потерял так если вы телефон потеряли то вы создаете новый кошелек импортируйте в него вашу пневмоническую фразу и эту фразу импортируйте на smart defender то есть если вы потеряли телефон с но карточка при вас то можете не переживать то есть тот кошелек который есть на том телефоне он уже не подлежит они импорту на то сегодня возможно экспортировать невозможно выставы вы вытащить невозможность его ничего отправить и соответственно невозможно узнать мнемонику то есть просто это можно сказать если потеряли телефон с кошельком но ваша smart defender в руке то с тем телефоном можно попрощаться а за то что на нем есть smart вулит с токенами вообще можно не переживать с ними ничего никогда не случится через bluetooth можно экспортировать нет для того чтобы по bluetooth и передать информацию вас должна быть радиочастотная передача а в нашем случае у нас немножко другой формат работы и соответственно другая технология вам не нужен bluetooth модуль на борту bluetooth модуль на борту bluetooth модуль на борту не у всех есть далеко не у всех есть так если импортировать чужой кошелек в smart воле ты на старом кошельке 12 слов при импорте в smart воле станет кошелек hard воле здрасте словами автоматически импортировать можно мне монику не монику которая состоит из 12 слов либо же 13 слов слов вот после того как вы импортировали эту мне монику телефон может оставить ее у себя он он понимает что у него есть мне моника и случае чего можно взять часть поместить в смарт-дефандер если вы импортируете другой воли в свой smart воли да у вас в смарт-булите есть кошелек который знает 12 раз не моники круто здорово если вы этот кошелек сейчас импортируйте вернее сделайте хардволи там то конечно же отсюда он тоже исчезнет то есть вы не сможете отсюда вытащить двенадцать слов которые были импортированы ранее да смотрите если у вас есть мне моника которая успешно импортирована в smart воли то вот как раз таки этот кошелек который был импортирован вы можете зайти в настройки клик да давайте попробуем то есть вот у меня есть кошелек да вот у меня есть кошелек вот он пустой да вот smart воли номер 3 мы нажимаем на настройки мои кошельки вот дал бы видим smart воли номер 3 и видите кнопочка сделать hard воли там нажимаете на сделать как воли там и вот здесь вот вы как раз таки когда вы импортировали другой кошелек другой внимание кубок smart воли заходите в настройки более тогда вот валит settings экранчик сделала нажимаете на сделать как воли там и соответственно эту мемонику вы и все поэтому друзья мои до скорых встреч всех благ вам удачи а я снова заработал пока